МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире по-прежнему ННТВ. Вы смотрите программу «Объективное интервью». Сегодня у меня в гостях в первый раз в нашей студии. Очень приятно вас видеть Сергей Юрьевич Панов. Министр спорта Нижегородской области. Масса вопросов к вам накопилась, но, наверное, один из самых главных, именно как чиновнику, как функционеру, сейчас вертится так или иначе вокруг приближающегося чемпионата. И в частности, вокруг строящегося в Нижнем Новгороде огромного нового стадиона. Я предлагаю краткий сюжет глазами наших корреспондентов и попрошу вас о дополнительных комментариях. Строительство в графике. Губернатор проводит очередное выездное заседание на стадионе Нижний Новгород. Сейчас завершается монтаж каркаса крыши стадиона. Он будет состоять из двух основных секций. Крыша над трибунами и над зоной фойе. Мне кажется, ни одна стройка не идет без сучка и задоринки. Везде есть рабочие моменты. Сегодня мы выяснили, что, в принципе, по ходу строительства больших замечаний нет. До конца года будет закрыт периметр кровли, а уже все части крыши будут собраны, вредина. Одновременно готовят поле стадиона. Это самая важная зона для спортсменов. Уже выбрана компания, которая весной следующего года будет засеивать поле газоном. Где-то в феврале месяце мы уже будем начинать кровлю крыть карбонатом. Тем, чтобы где-то к началу мая можно было ввести сюда фирму, которая выбрана, российская фирма, будет делать нам газон. Газон с подогревом, со всеми современными системами подкорневой аэрации, которой не было даже на чемпионате Европы, будем внимательно наблюдать, потому что газон – это основа этого стадиона, ибо на грязном и некачественном поле играть плохо. Нижегородцы уже сейчас ждут окончания работ, и внешний вид стадиона их впечатляет. Такая конструкция действительно станет украшением не только города, но и области, и нашей страны в целом. Мы очень ждем туристов со всего мира в 2018 году, ну и будем с вами готовиться, чтобы гостеприимно всех встретить. Хоть строительство вроде успевает, расположение замечательное, в плане того, что река рядом, все есть, есть на что посмотреть. Несмотря на погодные условия, строительство идет в графике. Всего задействовано более тысячи рабочих. Что касается стадиона, все ли в графике? И ведь кроме стадиона есть еще другие спортивные объекты. Как они строятся, и насколько вообще серьезно наш город изменится после 2018 года? Именно по вашей части. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Постараюсь покороче и поподробнее, в том числе, объяснить, что у нас происходит. На сегодняшний день строительство стадиона идет в графике. До конца года, до конца 2016 года, строители обещают нам закрыть конструкции крыши, кровли, которая будет потом укрыта поликарбонатом, чтобы не протекала. И выбран подрядчик на строительство футбольного поля, самого главного места на стадионе, это поле. Независимо от того, какие будут стены, крыши и все остальное, важно же, какое покрытие. И в мае месяце примерно подрядчики приступают уже к работе над газоном. И надеюсь, что в августе, в сентябре 2017 года у нас будет уже газон в том виде, который мы его увидим в 2018 году. А это какие-то необыкновенные новые технологии или стандартно, просто качественные? Ну, это густая, невысокой длины трава зеленая. Желательно, чтобы она была по всему периметру, без ямочек, без островков каких-то. Это очень важно, поэтому создает картинку, потому что футбольное поле – это сердце, скажем так, любого стадиона. Кроме этого, у нас около стадиона, около ФОКа Мещерский, на спортивной школе Мещера, будут строиться две тренировочные площадки, где команды, которые приезжают играть на нашем стадионе, будут иметь возможность тренироваться. Также у нас есть поле «Стадион Локомотив» как тренировочная площадка. И две базы команд, которые мы рассматриваем для того, чтобы какие-то команды выбрали для постоянного проживания на территории нашей страны, в том числе и на территории Нижегородской области. Это гостиница «Чайка», уже функционирующая с тренировочной площадкой. То есть для так называемых сборов круглогодичных? Это именно на чемпионат мира. Команды, которые приезжают, должны выбрать место проживания в какую-то базу. Подразумевается, что это будет четырехзвездочная гостиница и с тренировочным полем в шаговой или 10-минутной езды доступности. Поэтому у нас одно предложение уже есть. Это гостиница «Чайка» в Дзержинске и с тренировочным полем на стадионе «Химик», который тоже сейчас реконструируется и будет готова. И вторая база с тренировочной площадкой на Бару сейчас строится. Наша база команд, которую мы будем иметь возможность ввести уже тоже в действие в марте 2017 года. Ну и все наши жители Нижегородской области должны любить футбол очень сильно, потому что благодаря чемпионату мира у нас и новый терминал «Аэропорт» уже вводится, ввел, работает и будет вводиться уже международный терминал. Большое количество гостиниц, которых не хватает, гостям Нижнего Новгорода. Метро, новая станция около стадиона будет, около Мещерки. И также реконструкция железнодорожного вокзала. Плюс отремонтированы будут все дороги, построен новый проспект молодежный от аэропорта. То есть как раз то, за что и борются города, когда заманивают к себе чемпионаты. Это же обязательно будет произведена какая-то и реконструкция, и новая построенная инфраструктура, причем не за счет совсем уж городского бюджета. Что касается, хотела вас спросить, вот начинки уже человеческой, медальной. Понятно, что мы принимающая сторона, понятно, что будет сделано все, чтобы все было красиво и комфортно. И, конечно, очень хочется, чтобы именно представители хозяев не ударили в грязь лицом, больше там блеснули. Есть ли у нас, на ваш взгляд, имена, фамилии достойны представить Россию вот на таком уровне? Вы имеете в виду спортсмены? Я имею в виду в данном случае и футбол, и вообще олимпийский уровень, наши нижегородские. Ну, вы знаете, в 2016 году прошла очередная Олимпиада в Летнее, в Рио-де-Жанейро. Олимпийские медали стабильные в Нижний Новгород, стабильная золотая медаль приехала в Нижний Новгород. Настя Максимова завоевала золотую медаль в командных упражнениях по художественной гимнастике. Это уже на протяжении последних четырех Олимпиад у нас стабильно приезжает золотая медаль. Большое спасибо тренеру Наталье Борисовне Тишине за то, что она... Это просто уже культовое имя. Да, это культовое имя. И я не стесняюсь благодарить ее за то, что она кропотливо ежедневно работает на своем месте. Спасибо Наталье Борисовне большое. Что касается остальных ребят, то у нас в связи с топпинговыми скандалами, со всеми этими разборками, большое количество спортсменов не смогло поехать. Кто-то был замешан косвенно, кому-то не помешали политические обстоятельства. Поэтому обсуждать, наверное, сейчас эту тему не будем. Хочу сказать, что следующий цикл уже Олимпийский к 2020 году в Токио мы должны быть готовы и представлять нашу страну, в том числе нижегородцы, очень серьезным представительством, потому что большое количество ребят сейчас выигрывает медали на различных чемпионатах, молодежных, взрослых, кубках мира, этапах. И у нас есть звезды в плавании, Настя, Василиса Бойна, извините, которая уже много медалей выиграла на своем уровне, стала чемпионкой России, в том числе уже среди взрослых. Михаил Доринов, Олег Костин выигрывает в плавании в различных дисциплинах. Надеюсь, что подготовка у нас будет к 2020 году основательная. Вот стандартный вопрос перед Новым годом, время подведения итогов. Какие-то, может быть, самые главные точки, вешки достижения вот этого года именно в области спорта в связи с Нижегородской областью вы могли бы обозначить? Ну, я уже сказал, что олимпийские медали. Надеюсь, что, наверное, не Нижегородская вешка, а Всероссийская, это начало внедрения комплекса ГТО на территории всей страны. В 2016 году студенты и учащиеся, и школьники, учащиеся стали сдавать. Как раз вот этот самый массовый спорт, из которого, может быть, давить, будут прям шикарные бутоны. Ну, мне кажется, что ГТО нельзя, наверное, приводить примеры и надеяться на то, что от норм ГТО будут вырастать большие спортсмены и высокого уровня. Но всё-таки это тест на здоровье нации и возможность поправлять своё здоровье. Комплекс ГТО даёт возможность мотивации своего хорошего состояния здоровья. У нас есть в Нижегородской области все возможности для того, чтобы поддерживать своё здоровье на высоком уровне. У нас большая программа ФОКов, вы знаете, работает. В 2017 году, правило, планируется ещё несколько ФОКов открыть. Поэтому у нас есть, как бы, мотивация, есть такой пункт мотивации, есть возможность, базис того, чтобы эти нормы ГТО сдавать на хорошем уровне. А вот этот сайт ГТО.ру, это что такое? Это сайт ГТО, где каждый желающий может зарегистрироваться, понять, в какой ступени он участвует, какие нормативы при этом в возрастной категории соответствуют, записаться, получить свой номер и уже на официальном порядке вынимать место своё в иерархии комплекса ГТО. Ну и, кроме того, хотелось бы отметить, конечно, продолжение наших спортивных команд. В этом году у нас «Торпеда» радует своими выступлениями в Нижегородской. Всё-таки с каждым годом был период, когда «Торпеда» не очень удачно выступала. Сейчас начинает, уже третий год подряд попадает в плей-офф, и в этом году уже сейчас занимает пока третье место. Но надеюсь, что это место, которое даст им хорошую платформу для борьбы за Куба Гагарина в плей-офф. Ну и, скажем так, развитие массового спорта, которое у нас никогда не страдало. Большое внимание уделяется в работе с инвалидами. Тоже растут цифры по подготовке инвалидов. Спортсменов большое количество, к сожалению, не участвовало в сборной страны в паралимпийских играх, но большое количество спортсменов наших нижегородцев удачно выступило в утешительных соревнованиях, организованных Министерством спорта Российской Федерации. И всех их мы поздравили, отблагодарили и премировали. А вот такой вопрос. Не бывает совсем все хорошо без неудачи. В конце концов, именно на ошибках люди учатся. Вот о том, что по итогам минувшего года можно констатировать, как желаемые бы, но не получившиеся, чего хотели сделать, но не удалось. И не будете бросать, а все-таки сделаете. Ну, вызывает тревогу, вызывает, конечно, чувство сожаления, невозможность завершить и завести до конца строительство объектов спортивных. Нам все-таки не хватает в Нижегородской области таких культовых спортивных объектов, как 50-метровый бассейн. Я говорю о том, что у нас есть бассейн «Дельфин» всеми любимый, но его состояние вызывает, скажем так, тревогу. И мы будем пытаться все равно довести дело до конца, чтобы наши люди, нижегородцы, имели возможность 50 метров плыть по прямой. Рано или поздно. Строительство трамплина, реконструкция, которая была уже более 10 лет назад, по-прежнему вызывает тревогу, потому что большое количество спортсменов именно сборной страны нижегородцы тренироваться не имеют возможности. В Нижнем Огруде приходится время уезжать. Тоже в программе будущего, до 2020 года, стратегии развития физической культуры есть наши цифры по строительству трамплина и в федеральной программе, и в нашей, поэтому будем дожидаться, набираться терпения. Ну и программа строительства Центра адаптивной физкультуры, которая у нас тоже запланирована. Есть проект, есть госэкспертиза, но нет пока поддержки федерального центра, хотя есть. Уточним давайте, что такое адаптивная физкультура. Адаптивная физкультура – это для людей с ограниченными возможностями. Это, грубо говоря, паралимпийцы наши. То есть мы должны построить для них спортивный объект, в том числе и по плаванию, где имели все возможности люди с ограниченными возможностями не иметь никаких ограничений. Свободный доступ, свободное посещение раздевалок, выезд на другие, на высокие этажи, скажем так. И чтобы они не чувствовали себя какими-то людьми, где их не ждут. Это именно дворец спорта для наших паралимпийцев, который в Дзержинске планируется построить в ближайшем будущем. И вот что касается планов, не связанных со строительствами, не связанных, может быть, даже с вложением материальных средств, на что, на ваш взгляд, самое главное – обращать внимание человеку, находящемуся на вашем посту? Я бы тут, конечно, сразу про детишек-спортсменов, но это моя версия. Ну, здесь не бывает что-то одного. Допустим, конечно, когда я стал руководителем отрасли спорта в Нижнегородской области, задача была сделать, чтобы нашими спортсменами гордились, как космонавтами, знаете, в советское время. Вот спортсмен идет, это звучит гордо. Он заслужил, он уважаемый человек, он востребован в обществе. А на сегодняшний день наши спортсмены идут по этому пути, но с трудом. Общество все-таки иногда спортсменов воспринимает как негордость нации. Поэтому мне хочется, чтобы наши спортивные команды были примером для наших детей, которые, приходя домой, выходя на улицу, играли бы, у них были кумиры, как раньше спортсмены высокого уровня, всем известный Татьяк, Харламов, а чтобы наши дети играли в наших кумиров, которые играют в наших спортивных командах, и требовали родителей отвезти их в секции спортивные, где бы по тем или иным видам спорта они могли бы получить уже высокое спортивное образование. То есть, чтобы какие-то названия команд или фамилии, они сразу четко ассоциировались, а это из нижнего, как когда-то было это из Горького. Да, чтобы фамилии наших спортсменов звучали гордо, их любили, ценили, а может быть даже в какой-то степени боготворили. Тогда вот мы все эти наши проекты, программы будем считать сделанными не зря. Ну что ж, спасибо большое, с наступающим. Мы искренне вам желаем, если не в этом году, то хотя бы во время своего руководства, все-таки лично познакомиться с тем нижегородцем, который станет бесспорной гордостью нации. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»